всем привет народ с вами варчик в этом видео поговорим с вами про последние новости в игре world of tans первое о чем хочу рассказать это то что наша замечательная игра world of tans теперь полностью принадлежит леста поскольку wargaming больше не владеет листой за последний месяц были некоторые изменения в игре на самом деле это очень маленький период чтобы что-то там значимое изменилось какие-то глобальные изменения но со временем мы я надеюсь увидим улучшение следующий о чем хочется поговорить это новость про ребаланс танков на супер тесте разработчики сообщают нам что 2019 и 21 годах они активно занимались ребалансом танков вот они решили что давно уже ничего там не ребаланс или и решили снова пора посовывать циферки у танчиков на самом деле это нужно делать часто постоянно нужно у танков совать циферки чтобы игра была сбалансированная и адекватная по прокачке по боям чтобы некоторых танков не было слишком много и бои не скатывались в однообразную туфту после того как эти танки на супер тесте по ребалансе от и что-то там на тестят в одном из следующих патчей в конце августа в начале сентября это все ребалансное добро пойдет у нас на релиз и мы это увидим в нашем рандоме какие же танки будут ребалансить мы увидим на основных серверах изменения двух веток ветки амx м4 мл 54 это французский тяж и шведский тяж кранваген один соответственно французский у нас один из самых слабых танков 10 уровня его апнут а другой один из самых сильных танков прокачиваемый 10 уровня кранваген понерфит но на самом деле изменения я посмотрел они странноваты но это супер тест это какие-то первые там изменения которые не потестят потом это возможно изменится и нерфы и апы будут другие но поначалу изменения абсолютно непонятны вообще как они к ним пришли такое ощущение что они на этих танках вообще не играли особо либо это какие-то пробные слабые такие изменения чтобы просто так посмотреть что будет но на самом деле изменения требует намного больше танков веток и наций также разработчики потрогают еще такие замечательные танки как американские тяжи парочку там ст и пт чехословацкие стэшки там твп вту надо апнуть твп вту находится в игре уже семь лет семь лет это танк конченый слабый ужасный все мучаются и спотыкаются об него когда прокачивают ветку этих замечательных чехловацких ст и через семь лет разработчики такие что-то танк слабый да ладно слава богу что хотя бы через семь лет это заметили также еще изменения над тайпом пятьдесят восьмым это китайские ст я бы честно говоря апнул бы все китайские танки вот просто все которые есть но они решили что вот именно тайп 59 надо апнуть асу 76г ft 4 уровень не знаю что это вообще пт какое-то его надо что-то там понерфить но еще какие-то изменения над двумя польскими ст 7 и 6 уровня в принципе вот все нерв в двух шведских тт 10 9 уровня также изменения параметров французских тяжей с 5 по 10 уровень прям всю ветку решили посовывать циферки также 7 8 уровень французские птсу 85 б понерфить но тут принципе согласен к в 1 с наш замечательный квас апнуть как по мне среднеуровневые советские танки они все конченые кроме т3 485 ну и возможно т34 все остальное это просто ужас также еще изменения американских тяжелых танков с 6 по 9 уровень но на самом деле т110 и 5 десятка на и так норм криворукие танкисты конечно не могут его реализовать но в целом танк очень интересный очередной раз по нерве to m44 прошлого нерфа было мало и я об этом сразу сказал что слабо понерфили на нем как люди нагибали так и нагибают ну в общем и целом вот такие изменения давайте подробнее посмотрим что там внутри этих сований циферок хоть это и первые пробные какие-то я уверен что еще изменения будут вряд ли они с первого раза попадут в апы и нерфы хотя мы видим что они даже после супер теста добавляют на основу и даже в таком случае не попадают а некоторые танки не могут заметить что их надо нерфить или апать по 7 лет и так разработчики нам сообщают что оказывается кранваген и миль 2 доминируют на своих уровнях да ладно и боевая эффективность очень высокая что объясняет большую популярность шведов случайных и ранговых боях я бы не сказал бы что прям в рандоме их много пока они не запускают свои там акции и боевые пропуски на кранвагена пока они не запустили battle pass на кранвагена их было в рандоме нормально не перебор такое ощущение что они эту акцию замечательную запустили прям для того чтобы в этой новости написать что их оказывается много ну и в ранговых боях понятно их там много поскольку танкисты хотят чтобы в быстрых лобовых боях где в коридорных картах надо лоб лоб сражаться можно было выставиться и не получать люлей понятно они выберут кранвагена так вот они хотят снизить эффективность кранвагена и эмиля 2 для этого максимальную скорость вперед уменьшат 60 до 45 а заднюю скорость с 18 до 12 комфорт стрельбы также уменьшится для этого мы увеличим разброс на 100 метров с 036 на 0 4 разброс при вращении башни с 0 1 на 0 18 снизится и количество наносимого урона время перезарядки магазина увеличится с с 21 с половиной секунды до 25 за счет этого урон минуты уменьшится с 2933 до 2596 это что касаемо кранвагена а вот камель 2 будут применены следующие санкции по своей эффективности разработчики считают что он не сильно выделяется на фоне одноклассников как его старший товарищ однако для консистентности изменений мы также уменьшим его максимальную скорость вперед и назад до 40 и 12 километров соответственно но просто за пару его понерфили под руку попался честно скажу такие изменения я готов принять на кранвагене в одном случае если арту нахер из игры выведут к чертям просто полностью от края до края вы представьте вы берете своего кранвагена поехать хотите от башенки спокойно поиграть чтобы вам никто по кумполу не настучал берете свои 45 километров в час долго и медленно едете на фланг приехали становитесь от своей крепкой башни и вам арта просто мешок на голову с катяхами высыпает и вы такой поиграл от башни не зря долго ехал на фланг а бои по две минуты вы с катяхами в руках постояли от арты и порадовались игре замечательной на мой взгляд что-то жесткий нерв и скорость назад и сильно скорость вперед и перезарядкой стабилизации точность этот танк прям в какаху превратится но я отвечаю это чрезмерный нерв при этом если посмотреть по статистике то вы за 55 опережает кранвагена то есть вы за 55 нерфить не надо в 55 ок а то что на в 55 даже слабые игроки набивают более менее нормальные цифры среднего урона да ладно пофиг понерфим кранвагеном потому что в ранговых боях на нем много людей и на мой взгляд может и можно понерфить кранвагена но вместе с кранвагена нужно понерфить и в 55 и очень много танков которые слабые их нужно апнуть вот что нужно на десятом левеле апнуть на мой взгляд нужно апнуть т-62 нужно апнуть немного и 7 объект 268 причем там не надо какие-то супер изменения допустим объекту 28 можно было бы немного у вэйнов добавить немножко комфорта добавить тот же самый гриль нихера неудобный танк т-57 хэви он уже отстал от кранвагена так сильно что спустился на дно тайп 5 хэви чересчур изуродовали ты 110 4 чересчур дырявый panzer konfagen 7 чересчур ватный слабенький в целом и объект 140 тоже по характеристикам отстает а мх-30b можно было бы сделать покомфортнее поскольку он имеет огромные визимые зоны дпм ную пушку но пробитие чересчур какое-то заниженное тяжело пробивать танки да если ты заехал то ты там настреливаешь быстро но танк так жестко перекрутили перевертели что в некоторых боях ты набиваешь много урона за счет жесткого дпм а в некоторых ты просто ну тебе негде объехать подъехать чтобы пробивать своим нищим пробитием там его вообще нет там пробития я не знаю ну точно нет десятки чуть ли не нет восьмерки это прям самые слабые танки которые но прям выделяются вниз в худшую сторону есть танки которые еще посередине не совсем комфортные но есть танки которые сильно выделяются такие как в 55 кранваген 60 тп ливандоска супер конь т110 е3 эти прокачиваемые танки выделяются в лучшую сторону но в любом случае они отстают тоже от некоторых танков таких как объект 260 вк 7201 чиф тэйн 279 ранний на каждый сильный прокачиваемый танк есть еще сильнее акционный танк можно разделить танки на несколько категорий супер слабые прокачиваемые танки более-менее средние прокачиваемые танки несколько супер сильных прокачиваемых танков и пачка сильных акционных танков от 4 категории которые друг от друга находятся на расстоянии километров и баланса между всем этим ну не сильно то что они там три веточки решили перри балансить но это прикольно но этого мало нужно еще штук 5 перри балансе на мой взгляд эти изменения насчет кранваген это просто его убийство какое-то теперь давайте посмотрим на изменения mxm4 французская тт-10 что про нее хочется сказать я на ней немного поиграл и перестала не играть потому что это просто уебище на нем у него нет брони вообще это просто силуэт огромного куска картонного ничтожеств у него ватные борта лап ватный лоб голдой многие на десятках стрелять пробивает его куда попало да это ну не прям бумага но это просто картон в любом случае вы на нем ничего не тонканете а лду вообще никогда в жизни это просто ничтожество какое-то он супер слабый и по статистике находится на самом дне до его разрабы решили апнуть вы вдумайтесь у этого танка борта толщиной 60 миллиметров и разработчики решили апнуть 85 такое впечатление как будто бы 85 это много это просто но никуда прочность с 2200 до 2400 мне кажется у этого огромного ведра должно быть хп но минимум тысячи три это просто огромный французский маус с нулем брони 2400 хп вау а чё ему дадут эти 200 хп ну да он типа будет дольше жить но его пробивают просто супер легко при этом скорость поворота шасси нерфят с 32 до 28 ну такой себе веселый ап с нерфом разброса движения и поворота шасси а поют с 0 18 на 0 12 окей классно у него проблема с броней что мы увидели увеличение брони в борту на 25 миллиметров супер классно на мой взгляд об такое пробитие бронебойного снаряда с 280 до 296 у него еще и пробитие голдой нищие 280 это просто смех какой-то 296 это тоже не супер много но это уже хоть что-то если там вбр в плюс пойдет то можно что-то и пробить тем более сверху вниз плюс также увеличат скорость полета с 840 до 960 а голдового снаряда с 840 до 1150 и точность 0 35 на 0 33 также пробитие бэбэшки с 264 до 280 миллиметров ну и скорость полета зачем-то тут нерфит наоборот это у нас 120 миллиметровая пушка которая более дпм на и но с меньшей альфой и время перезарядки у нас почти секунду снимают на 120 миллиметровой пушки но нерфят скорость полета основного снаряда на 100 метров до 950 ну и на 100 метров принципе голдового до 1240 но тем не менее с пушкой ладно какие-то улучшения вижу хорошо но где броня и и как не было так и не будет из такой нищей броней 2400 хп ну типа такое ну и нерв девятки они нерфят скорость поворота шасси и стокового и топового до 24 градусов и 64 соответственно на 2 градуса понерфили скорость поворота шасси в итоге но зато очень хорошо апнули стабилизацию от движения и поворота корпуса в принципе я так и не понял дело бывая броня у амx m4 мл 54 и уж там нет вообще никаких улучшений лобовой брони да орудие улучшили да там что-то хп добавили броню в борту сделали из говняной в почти говняную также они заметили что восьмерка оказывается амx65т одна из самых худших и они решают ему апнуть стабилизацию и увеличить хп на 50 также апнуть перезарядку чуть больше одной секунды перезарядки снимут и сведение с 2 и 7 на 2 и 5 и стабилизацию от поворота башни в принципе замечать вот восьмерка кончено и и сделают лучше это хорошо станет ли она после этого им будет вряд ли но хоть немного живее также еще они решили апнуть семерку хотя я недавно прокачивал без доната вручную и вполне себе хорошо на ней пирал а по эту броню в лд лба башни и еще и суммарную прочность на 50 хп увеличит целыми не знаю танк и так норм также в следующей итерации тестирования на супер тесте будут испробованы и какие-то там изменения тяжелых танков америки м 103 т32 и т29 также м6 т1 хэви танк т6 медиум и м3 стюарт прям целую ветку взяли от самых корней до самого чуть ли не десятого уровня и также изменения арты м44 т110 и 5 ребаланс не предусмотрен после последних изменений ттх этого танка конкурентен в случайных боях а вот и 29 напротив традиционно показывает избыточную эффективность что влияет на другие машины в рамках этого уровня боев мы снизим характеристики танка чтобы привести их в соответствии с параметрами другой техники ветки непонятно что они с ним хотят делать но на самом деле т29 прикольная машина надеюсь они его сильно мучать не будут отдельно стоит упомянуть м44 это достаточно эффективная машина для 6 уровня поэтому она пользуется большой популярностью чтобы уменьшить влияние на другую технику боях мы снизим ее характеристики блин я борту всю понерфил вообще вывел бы из игры и выкинул нафиг особенно после нерфов кранвагенов арта на кранвагене будет еще веселее ощущаться представьте там понерфят стабилизацию точность тебя таки не соглушением там и так стабилизация плохая и точность они самые лучшие это будет ужасно правки отдельных машин еще будут у нас улучшение характеристика кваса м4а3 е8 шерман а мкс оцемле 48 а мкс оцемле 46 твп вт у концепта 58 не оговорю яб китайские танки все об ну твп вт у концепт 7 лет не а поле он кончено изначально получился и также еще ухудшат характеристики су-85 б песочный нагибатор т-67 песочный нагибатор т-40 хрень четвертого уровня не знаю бдр г-1б чего там нерфить я не понимаю skoda т-25 очень сильный танк 6 левела реально надо понерфить су-76 гфт без понятия парашка то четвертого уровня китайская cs44 седьмого левела без понять вообще я эту ветку открыл сразу десятку за чертежи и ничего не знаю также еще буги какой-то 6 уровня я его помню там вроде снаряды медленно летели ничего такого сверхсильного там не заметил что они в нем собрались нерфить я хз так вот если перейти к статистике и посмотреть что надо под что надо нерфить так вот японских тяжей они на самом дне их нужно апать срочно объект 257 просто мертвый кусок говна йох вышел но он уже уебищный девятка находится на самом дне т-54 т-10 объект 430 м 103 но его мы видим будут изменять но танки самого дна их не трогают вот объект 257 т-4 хэви это просто они два мусора на восьмом левеле тоже я хочу апнуть охо самый последний танк по статке просто конченый вот вы заметили вся ветка японских тяжей на самом последнем месте почему ее не апают это первый претендент на ап должен быть они просто не хотят позориться что они эту ветку много раз нерфили апали и оказывается что ее нужно опять апнуть она кончена и она на самом дне хуже нее нет ничего это самая уебищная ветка в игре world of tanks японские тяжи на втором месте у нас идет вот твп вту его они заметили за семь лет видимо надо чтобы прошло семь лет после переделки японских тяжей тогда они начнут что-то с ними делать также mx65t он находится на третьем месте на они его наконец-то заметили также у нас еще колесник там находится в к 4502 т-69 центурион mk1 m41 walker bulldog у которого забрали барабан при переносе 7 на 8 уровень они его сделали уебищней чем он был на 7 левеля и гениальные разработчики из 2 2 из 3 110 вот это все самого дна самая конченная но из этого всего они выбрали всего два танка твп в эту концепт и mx65t то что они начали чем-то заниматься молодцы но это всего лишь песчинка в огромном ведре дерьмище там еще ребалансить и ребалансить это все новости по ребалансу можете писать в комментариях что вы по этому поводу думаете но последняя новость которую я хочу завершить данный выпуск новостей по игре world of tanks это после конструкторского бюро где вы могли получить танка объект 780 в клиенте игры людям предлагалось пройти опрос пройдя этот самый опрос можно было понять что в следующих версиях данного мероприятия скорее всего можно будет выкупать определенные цифры за дополнительные ресурсы я этот опрос прошел тоже обратил на это внимание поэтому знайте об этом с вам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока увидимся